здравствуйте меня зовут федор васильев в этом уроке мы с вами разберем модуль фильтр продуктов этот модуль один из самых наиболее важных для интернет магазина им часто пользуются люди чтобы отсортировать продукты по тем или иным показателям вот сейчас вот здесь сбоку вы можете видеть данный модуль самое первое конечно же здесь идет цена от какой и до какого то есть диапазон цен искать телефоны да ну и соответственно атрибуты которые мы с вами заполняли разрешение экрана все они отображаются здесь то есть смотрите у ваших продуктов должны заполнены быть атрибуты я сейчас вам просто напомню переходим продукты заходим в какой-нибудь продукт заходе вкладка атрибуты вот данный модуль он ориентируется вот на эти показатели какие заданы здесь они будут фигурировать человек например может например ему надо телефон диагональю 5 5 он ставит здесь галочку хотя здесь всего один телефон давайте нажмем применить его действительно видите показан один телефон с диагональю 5 5 соответственно другие какие-то товары например которые не относятся или косвенно относятся к вашим продуктам вот я захожу в подкатегории чехлы здесь уже показан совсем другой фильтр вы видите да это все делается в атрибутах разграничение категорий например здесь вот футляр в скобках 1 я отфильтрую видите действительно показан только один вот так то работает данный модуль давайте данный модуль установим к нам на сайт переходим в админку нашего сайта расширение менеджер расширений открываем папку с дополнительными материалами находим здесь мод gk фильтр и устанавливаем к нам на сайт модуль успешно установился переходим расширение менеджер модулей заходим в наш модуль сразу опубликуем его заголовок оставить или нет решать вам я оставлю фильтр продуктов позиция выбираем сайт бар b и пока как есть нажимаем сохранить и не забываем посмотреть привязку сделаем пока только на всех страницах на главной странице его нет его быть и тут и не должно а вот когда мы заходим в категорию товаров мы видим вот расположение по умолчанию как он сейчас выглядит здесь нет кнопочки применить по умолчанию кстати мне кажется так даже лучше вот смотрите например есть телефоны с разрешением 1920 на 1080 видно 1 если оставлю галочку автоматически сортировка применяется и по и выводится только один телефон то есть не нужно нажимать на кнопочку применить то есть если вам так больше нравится можно оставить и так ну давайте зайдем в данный модуль и рассмотрим настройки переходим фильтр продуктов и первый у нас макет фильтров давайте настроим так как выглядит у меня в дэна макет я выбираю горизонтально как только мы выбираем такое положение у нас сразу появляется два поля где мы можем указать точную ширину блока или высоту можно еще выбрать аккордеон вкладки то есть тут уже можете поиграться посмотреть ширину блока я делал 210 соответствие с моим демо можно указать формат заголовка h4 также можно выбрать можно указать разделитель это сейчас я вам покажу это вот между каждым типом вот тип цвет видите такие идут как бы линии вот если нужно такой разделитель здесь можно выбрать solid это сплошная линия например если мы кликаем то появляется сразу выбор цвета можете кликнуть по квадратику выбрать цвет данной линии давайте на этом уровне сохранимся обновимся сразу видно у нас появился такие силы здесь линии так движемся дальше фильтр стоимости видно фильтр стоимости он у нас есть показать ползунок видите у нас нет ползунка мы можем только вбивать цифры это достаточно неудобно ползунки это вот такие вот штучки мы двигаем и у нас здесь меняется цена то есть до какой от какой цены ищем телефон и до какой цены то есть можем только по цене ориентироваться значит ползунки конечно же включаем эти ширина ползунка я выставлю 160 пикселей и вот это регулятор выбрать круглые квадратные треугольники то есть смотрите у нас здесь видно что они у нас квадратные например возьмем круглые сохранимся обновимся и у нас появились вот такие регуляторы круглые как мы сейчас только что выбрали вот кстати даже ведь у нас пока автоматически идет а сортировка я могу просто двигать уменьшается цена и тут же подставляются телефоны да за эту сумму максимальная цена поставляются более дорогие телефоны то есть показываются вообще все телефоны можем вывести фильтр даже по производителям помните мы с вами создавали производителя или можем скрыть вообще если это не нужно количество производителей миниатюры производителя давайте посмотрим сохранимся обновляемся и вот видите производители мы с вами сделали только apple и вот у нас восемь телефонов apple да то есть можно вывести вот так что и производителя суда далее фильтр атрибутов можно скрыть подсказки атрибутов количество продуктов то есть это вот этот скобочках до количество продуктов я считаю что все это надо показывать неактивные атрибуты лучше оставить здесь скрыть здесь из описания в принципе понятно если сохранимся не имеющие атрибуты например к выбранному атрибуту например диагональ экрана 640 на 960 если мы выбираем обновляется страница показаны телефоны с такой диагональю и атрибуты не имеющие отношения к данным телефоном да она у нас скрывается и у нас здесь с вами остается кнопка применить и сбросить это у нас вот эти вот две кнопочки да вообще я считаю что лучше наверно вот так вот что сразу у нас сортируется но если вдруг нам нужно выставить какой-то более тонкую сортировку то есть выставлять галочки там например напротив разрешение экрана против диагонали в общем здесь уже смотрите сами удобно вам или нет включаем показать и сразу здесь можно css класс кнопки это уже bootstrap здесь подставляется вы уже умеете это делать аналогично здесь действие так и кнопка сбросить также показать если мы сейчас сохранимся обновимся у нас кнопочки будут вот такие видите по умолчанию соответственно как их менять уже показывать я не буду вы должны уже уметь это делать вот и все настроечки основные для модуля фильтр описание здесь еще и складка давайте привязать к пункту меню сейчас пройдем сделаем только на указанных страницах конечно здесь у вас уже будет намного больше страниц знаете что по сути на главный он не выводится сам по себе он там не нужен поэтому галочку здесь снимаем каталог товара снимаем нам нужно только здесь на категории продуктов вот здесь их может быть большой список у меня создан пока только смартфон apple я здесь галочку оставляю страница корзины там это не нужно аккаунт покупателя фильтр не нужен то есть только на странице категория продуктов смотрите вот с главной зайдем вот это просто категории разные категории заходим в одну категорию вот она категория продуктов фильтр нужен только здесь и выставляем галочки только там ну все здесь остальные вкладки они уже все идут по умолчанию то есть стандартные все эти вкладочки мы здесь ничего не трогаем больше а ну еще вот расположение да у нас меню съехала вниз давайте это меню поднимем выше кликаем опять вот по этим стрелочкам фильтр продуктов меню поднимаем между переключение валют и фильтром так еще раз кликаем на эти стрелочки и меню поднимаю выше фильтра до обновляем сайт меню все равно у нас снизу до кликаем еще раз на галочке меню двигаем сюда обновляемся и вот теперь у нас получилось значит переключение валют выше меню идет следом и потом идет фильтр продуктов на этом здесь все и увидимся в следующем уроке